Встречу с жителями в формате выездной администрации привели в жилом комплексе «Кореневский форт». Люберчане задавали вопросы главе округа, руководителям профильных подразделений администрации, представителям управляющих компаний и депутатам. Какие вопросы беспокоят люберчан, узнали мои коллеги. Это дорога наша. Вот отсюда они все заезжают. Вот здесь стоят все эти заборы. Эти заборы, вот эти, вот эти, в ближайшее время мы демонтируем полностью. Один из главных вопросов – экологическая безопасность. Рядом с коттеджным поселком Марусин-Лук – большая промзона. Ряд предприятий, которые работают на ее территории, нарушают природоохранное законодательство. Мы сегодня пришли обсуждать несанкционированную свалку прямо возле коттеджного поселка, возле жилых домов. Там была организована свалка под лэп и жгли мусор, и разным образом его перерабатывали. Вот это был запах, свет, шум. У нас регулярно проходят рейды совместно с Министерством экологии. Штрафы за нарушение экологического режима очень серьезные. Одной организации здесь насчитали уже 57 миллионов рублей. На это мы останавливаться ни в коем случае не будем. Все, кто нарушают правила ведения законного бизнеса, должны быть наказаны, привлечены к ответственности. Поэтому у нас рассматривается несколько вариантов изымания земельных участков. Обсудили строительство социально значимых объектов, зачисление в детские сады. Комплектование групп начнется 15 мая. Многие вопросы касались медицинского обеспечения. Мы узнавали по поводу специалистов нашей поликлиники, которые находятся на улице Вертолетной. У нас, естественно, ранее был недокомплект, некомплектованность, проблема с записью. Но сейчас, как говорит заведующий, вроде бы меняется ситуация. То есть, последовали какие-то положительные изменения. Ну и мы надеемся на лучшее. На встрече обсудили начало модернизации водозаборного узла, ремонт и содержание дорог в коттеджном поселке Марусин-Сад, работу общественного транспорта, установку ограничительных знаков для большегрузов. Все обращения зафиксировали и взяли в работу. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, Телеканал ЛРТ.